Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника Алгебра 7 класс, автора Мюзляк, Полонский и Кир, под номером 889. Графики трехлинейных функций пересекаются в одной точке. Нас просят найти значение КАМ, это коэффициент прямой пропорциональности, и построить в одной системе координат графики этих функций. Запишем, что графики функций у равно 0,5х-3, у равно минус 4х плюс 6 и у равно кх пересекаются в точке А. И нам нужно найти координаты этой точки. Для того, чтобы найти абсциссу этой точки, приравняем правые части формул 1 и 2. Получим уравнение 0,5х-3 равно минус 4х плюс 6. Поскольку графиками линейных функций являются прямые, прямые могут пересекаться только в одной точке, поэтому точка пересечения графиков первой и второй функций, она же будет точкой пересечения с графиком прямой пропорциональности. Итак, переносим минус 4х в левую сторону. Меняем знак на противоположный. Будет 4х плюс 0,5х. Это будет 4,5х. И прибавим к обеим частям уравнение 3. В левой части минус 3 плюс 3 это 0, а в правой 6 плюс 3 это 9. И теперь разделим обе части уравнения на 4,5. И получим х равно 2. Итак, вот мы нашли с вами абсциссу точки А. И теперь найдем ординату по любой из формул. Давайте по первой. У точки А равно 0,5 умножаем на 2 и минус 3. 0,5 умножить на 2 это 1. 1 минус 3. Результат будет отрицательный. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. А 3 вычитаем 1, это 2. Итак, точка пересечения графиков это точка с координатами 2 минус 2. Ну и теперь. Эта точка принадлежит графику прямой пропорциональности. Поэтому у нас у равно кх. Поэтому, чтобы найти к, нам достаточно значения ординаты точки, которая лежит на графике функции, поделить на значение абсциссы. У точки А координаты у минус 2, х 2. Минус 2 делим на 2, получаем минус 1. Итак, мы выполнили первое задание и нашли к. А у равно минус х. Это будет третья функция. Прямая пропорциональность. И теперь построим все три графика. Для прямой пропорциональности мы уже знаем, она проходит через точку, график проходит через точку А с координатами 2 минус 2. И все графики прямой пропорциональности проходят через начало координат. А вот для функции у равно 0,5х минус 3 и у равно минус 4х плюс 6 мы с вами построим таблицу значений. Поскольку, чтобы построить прямой, нам достаточно двух точек. Через любые две точки можно построить прямой и только одну. И одну из точек, через которую проходят все три графика, мы знаем ее координаты 2 минус 2, поэтому нам достаточно найти по одной точке. Итак, значение аргумента мы выбираем сами, произвольно. Для первой функции я возьму 0. 0,5 умножить на 0 это 0. 0 минус 3 это минус 3. Поэтому график функции у равно 0,5х минус 3 будет проходить прямая через точки с координатами 2 минус 2 и 0 минус 3. А для второй я возьму 1. Значение аргумента. Минус 4 умножаем на 1. Минус 4 и плюс 6 это 2. Ну и теперь нарисуем систему координат и отметим на ней точки и построим графики. И построим сначала точку А с координатами 2 минус 2. И это будет общая точка. В этой точке графики всех трех функций пересекаются. Ну и теперь первую прямую построим. Для этого построим точку с координатами, отметим точку с координатами 0 минус 3. Проведем через них прямую и подпишем формулу. У равно 0,5х минус 3. Теперь отметим точку с координатами 1, 2. Через эту точку и точку А проходит график функции прямая для функции у равно минус 4х плюс 6. И подпишем ее формулу. У равно минус 4х плюс 6. И осталось построить график прямой пропорциональности. через начало координат и через точку А у равно минус х. Все мы выполнили с вами задание. Нашли коэффициент К прямой пропорциональности и построили в одной системе координат графики трех линейных функций. На этом все. Если у вас остались вопросы из предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Если оно вам понравилось, подписывайтесь на наш канал.